Маленьким детям эмоционально и физически комфортнее спать вместе с мамой, так они чувствуют себя спокойно. Но по мере взросления малыша его надо приучать ко сну в собственной кроватке, самый удобный возраст для этого – 2 года. Для того, чтобы переход к новому месту сна произошел без проблем, слез и капризов, родители должны понаблюдать за ребенком и убедиться, что он уже может спать один, иначе у него могут появиться страхи и фобии. Сон в маминой кровати даже удобен в период грудного кормления, мама может накормить малыша, не беспокоя его лишними движениями. Ей самой не нужно вставать, можно быстро покормить и снова спать. Но когда этот процесс завершен, малыш может спокойно спать несколько часов подряд и не пугается отсутствие мамы рядом, то можно начинать переселение. Разумеется, в этот момент кроха должен быть здоров. Если у него режутся зубки, имеется врожденная патология, приобретенные болезни или даже простудные заболевания, с переселением надо повременить. Также психологи советуют не торопиться, если ребенок эмоционально неустойчив, капризен, плаксив, раздражителен. Для первого сна на новом месте необходимо выбрать оптимальный период. Обстановка должна быть привычная, не пугающая малыша. Нельзя это делать в чужом доме, к примеру, в гостях или на отдыхе. Также не подходят периоды смены часовых поясов и климата. Многие родители прибегают к хитрому способу, дают возможность ребенку заснуть в родительской постели, а потом переносят его в детскую кроватку. От этого варианта лучше отказаться. Малыш, проснувшись в другом месте, испугается и расплачется. Впоследствии он будет бояться проснуться в одиночестве, и это приведет к поверхностному некрепкому сну, не позволяющему восстановить силы. Гораздо лучше для начала поставить детскую кроватку вплотную к родительской, чтобы малыш знал, что родители неподалеку и придут на помощь. Необходимо создать комфортные условия для сна, в комнате должно быть тихо и спокойно. Надо позаботиться об удобном матрасе и подушке приятном постельном белье. Перед сном детскую надо проветрить, для дневного сна задернуть шторы, а для ночного – включить ночник или слабый светильник. Ребенок должен быть накормлен, чтобы он не проснулся слишком быстро. Непосредственно перед сном надо избегать шумных, активных игр, возбуждающих ребенка событий, например, врачения подарков. Необходимо соблюдать определенный ритуал подготовки ко сну. Укладывать ребенка надо в одно и то же время, перед этим почистить зубки, помыться, надеть пижаму, почитать сказку или посмотреть мультфильм. Начинать лучше с дневного сна. Мама должна посидеть с ребенком, пока он не уснет. Можно положить рядом любимую игрушку, лучше мягкую, которую приятно обнять. Первое время можно подкорректировать режим дня взрослых членов семьи таким образом, чтобы вся семья одновременно отправлялась на отдых или создать такую иллюзию в глазах ребенка. В зарубежных странах родители практикуют приучение ребенка к самостоятельному сну по методике Эстивиля. Суть ее заключается в резком переводе малыша на новое место. Родители должны уложить малыша и сразу же уйти, закрыв дверь. Если малыш плачет, кричит, пытается выбраться из кроватки, то заходить в комнату надо не сразу, а через минуту и так каждый раз постепенно, увеличивая временной интервал. Вернувшись в комнату, мама должна показать ребенку, что все в порядке, она рядом, ему не о чем беспокоиться. Позже мама заходит в комнату через 2 минуты, через 3 минуты и так далее. Постепенно малыш приучается засыпать самостоятельно до того, как мама входит в комнату. Но этот метод подходит не всем малышам. Возраст детей в этом случае должен быть от 4 месяцев до 1 года. Если возраст детей около 4-5 лет и старше, то с ними можно договориться. Ребенку надо сказать, что мама будет находиться в комнате на определенном расстоянии от детской кроватки. В первые дни она может посидеть рядом с ребенком на его кровати. В следующие два дня мама сидит рядом с кроватью. В дальнейшем мама не ждет его засыпания, но остается в комнате в поле видимости малыша. Если ребенок проснется, он должен ее увидеть и убедиться, что его не бросили одного, он под защитой. Когда малыш привыкнет засыпать сам, мама может уходить из комнаты, оставляя дверь открытой. Закрывать дверь можно только, когда ребенок научится засыпать один. Для каждого возраста детей родители могут применять простые психологические приемы, способные сгладить трудности привыкания малыша к новому месту. Ребенок до 2 лет заснет спокойнее, если на спинке кровати будет висеть какая-либо мамина вещь с привычным и родным запахом. Когда ребенок станет постарше, с ним уже можно будет договориться. Ему надо объяснить, что теперь он будет спать как взрослый в собственной кровати. Можно вместе выбрать ему новую кроватку. Сейчас очень большой выбор детских кроватей для мальчиков в виде машины, корабля, кровать, чердак с игровой зоной внизу, девочкам в виде волшебной кареты или красивого замка. Также дети с удовольствием выбирают и красивое постельное белье, после этого малыши сами бегут спать на новом красивом месте. Только не нужно увлекаться и переносить в новую кровать все любимые игрушки, иначе кроватка будет восприниматься как место для игр, а не для сна. Если малыш все-таки прибегает ночью в родительскую кровать и не хочет засыпать один, то не нужно разрешать ему засыпать с родителями, а потом переносить в детскую. Лучше взрослому пойти с ним, уложить в детской кроватке и посидеть рядом, пока он не уснет. Так ребенок быстрее привыкнет спать на новом месте. Иногда дети боятся темноты, каких-то неведомых чудовищ, злодеев и сказок и детских фильмов. С малышами надо разговаривать на подобные темы, успокаивать и развеивать страхи. В кровать полезно положить игрушку защитника, включить слабый свет, оставить дверь приоткрытой. Никогда не нужно пугать детей домовыми, лешими бабайками и прочими чудовищами, чтобы он слушался взрослых. На фоне таких запугиваний и появляется фобия темноты, с которой потом очень сложно бороться. Родители не должны перед сном раздражаться и нервировать малыша. У каждого ребенка свои особенности характера, свои привычки, поэтому не следует ориентироваться, например, других семей. Но можно использовать их опыт и придумывать свои способы решения проблемы самостоятельного засыпания малышей в детской кроватке.